Экономить в кризисном году власть начала с себя. Расходы чиновников сократили на 37 миллионов гривен. По словам заместителя губернатора Александра Сина, этих средств, например, хватит для того, чтобы выплатить месячную зарплату в организациях, которые содержатся за счет областной казны. Но если на зарплату денег бюджетникам хватит, то на ремонт и закупку оборудования уже нет. Я считаю, что ситуация не критична для бюджетных установок области. Поэтому один год без капитальных вытатков прожить можно. Кроме того, в бюджетной сфере грозит остаться без теплоснабжения. Цена на газ для них выросла на треть, и оплатить услуги они вряд ли смогут, считает руководитель концерна городские теплосети. Наша продукция на сегодняшний день в крупных городах, где очень развита система централизованного теплоснабжения, мне говорят, для бюджетов она будет практически неподъемной. Нелегко сейчас и промгигантам. Например, залку снижения тарифов на электроэнергию правительство обещало еще в ноябре. Но до сих пор это не сделано. Комбинат остановил глиноземный цех. ДК и профилактори не работают. Но часть производства все же сохранена. В полном объеме работает электролизное производство. Люди не сокращались с производственных участков. Задолженности по заработной плате, по платежам бюджет отсутствуют. Ни слова о сокращениях персонала в своем докладе не сказал руководитель ЗАЗа. Хотя и предприятие значится в числе лидеров по увольнениям. Зато автозавод просил представителей местной власти помочь добиться еще больших льгот для предприятия. Ничего страшного не произошло бы, если бы средства, которые инвестируются в развитие, были освобождены от налога на прибыль. Власть обещала оказывать предприятиям всевозможную помощь в этом году. При этом контроль за увольнениями работников и задержками зарплат обещала ужесточить. Продолжение следует...